Друзья, всем огромнейший привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Сегодня будем делать полезную самоделку для мастерской из облесков дуба. Что получится, давайте посмотрим видео. Поехали! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, ну, в принципе, наша самоделочка уже готова. Я уже думаю, все понимают, что это для разметочки. Почему я сделал верхнюю накладку? Потому что допустил небольшую ошибку. Я гайку приклеил с обратной стороны, ее не будет выдавливать. Это я потом только понял, когда уже осознавши. Надо было ее с внутренней стороны, вот, то есть после первой пластины, с внутренней стороны ее приклеивать, чтобы она была в распор. И за счет этого мне пришлось сделать вот такую пластинку. Также я изготовил вот такой вот винт. Это был у меня остаток от эпоксидной смолы. Я его немножко обточил, сделал прорези, чтобы пальцем было не скользко. Ну, теперь попробуем с вами. Все затягиваем. И у нас уже все на месте. Все знаете, да, что когда работаешь с многими деталями, с мелкими особенно, это очень удобно, когда можно поставить тот же самый сантиметр, затянуть все это, да, и уже четко делать разметочку. То есть, мы можем так сделать. Вот на углу нам надо по сантиметру с каждой стороны поймать. И мы уже с вами не будем 10 раз гнеечку померять. Все четенько. Также можно выставить любую величину. Выставили мы там 5,5 сантиметров нам нужно с вами. Взяли лейсмус, поставили его и повели в линию. Уже нам 10 раз с вами не надо ничего перемерять сразу в раз. То есть, очень удобная штука. Я давно хотел себе это сделать, но вот в этот раз, наконец-таки, все-таки у меня руки дошли и я все это сделал. Друзья, ну по итогу получился вот такой довольно-таки неплохой рейсмус. Все сделано из подручных средств. Это остаток дуба, дощечка какая-то от двери, там я не знаю, от чего это было. Ну, все вы сами видели. Просто пользуюсь там, пользовался веточным станком, но у меня есть и глупо им было бы не пользоваться. Можно все было это отпереть и ножовочкой, чем угодно, лобзиком. Ну, я делаю тем, что у меня имеется, конечно. Вот, получилось довольно-таки неплохо. Мне очень нравится. Если у вас есть какие-то мнения, что можно было изменить, что добавить, какой формы его придать, напишите, пожалуйста, это все в комментариях. Ну, вам всем огромное спасибо. Кто не подписался на канал, обязательно подписываемся. Ставим палец вверх. Комментируем, конечно. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok